прошедшая неделя богата на события в честь дня города москвы но об этом по порядку 1 августа по 10 сентября прошел 12 московский урбанистический форум который проходил на крупнейших площадках столицы в парке зарядье полиписком комплексе лужники в центральном выставочном зале манеж и гостиным дворе урбанистический форум посетили в этом году более 7 миллионов человек открытие первой станции метро в аэропорт в москве открыли две новые станции метро солнцевской линии пыхтина и аэропорт внуково передам слово нашему корреспонденту настя насть как там станция да макар я сейчас нахожусь на станции аэропорт внуково это невероятное ощущение когда ты прямиком без пробок попадаешь один из аэропортов москвы да еще и здание терминала попадаешь прямиком и станции метро через подземный переход в 2018 году солнцевская линия заканчивая станции метро рассказывка в этом году появились две новые станции пыхтина и аэропорт внуково протяженность которых составила 4 километра 900 метров спасибо настя но это не все открытие недели по салатовой ветке были открыты также три новые станции физтех леонозово эту станцию кстати ждали 30 лет и станция и храмская в результате метро улучшила ситуацию с транспортом для полумиллиона человек это жители районов бескудниковский восточная дикунина дмитровский леонозово северный а также гордо долгопрудной что находится московской области время поездок до центра и обратно для них сократится примерно на 40 минут а также было открыто движение по южному участку мсд от шоссе энтузиастов до 32 километра мкад сколько подарков так одним города говорят что метро дойдет до соседних городов миф или правда вот на днях было еще одно открытие самая длинная станция mcd-4 это последние четырех веток соединяющие метро и пригородные населенные пункты и снова на связи наш корреспондент настя настя расскажи что там у тебя по mcd-4 до макар 9 сентября запустили четвертую линию московских центральных диаметров протяженностью 36 километров теперь она соединяет балашиху и апрелевку пересекая столицу на севере западе и востоке москвы 36 станции 18 из которых с пересадкой на метро московское центральное кольцо и пригородные поезда и да по словам нашего президента московские диаметры будут продлены до калуги и тула а также до других крупных городов окружающих столицу так что это не миф ага так и до сочи скоро метро поедем ну и самое главное событие недели день города в минувшие выходные москва отмечала свой 876 день рождения десятки площадок с массовыми мероприятиями от парада ретро поездов метро до бесплатного концерта в лужниках с такими метрами как сергей жуков полина гагарина люси чеботиной и многими другими в двадцать одном парке москвы можно было прокатиться бесплатно на двести пятидесяти восьми аттракционах это пожалуй не все новости недели но самые яркие москва динамично развивается что даже не успеваем отслеживать все события от себя желаю вам всем хороший продуктивной недели и давайте вместе следить за новыми событиями москвы с вами был макар серебров